добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о моральном авторитете и очищение совести следующий шаг следующий способ очищения совести он состоит в том чтобы позволить кому-то направлять вас в одной из капель я говорил о том что нам необходимо быть подотчетным когда вы находите наставника вам необходимо разрешить ему три вещи первое вы должны разрешить ему вас любить и проявлять эту любовь во вторых вы должны позволить ему вас учить и в третьих вы должны позволить ему вас наказывать дисциплинировать сейчас я говорю о третьей вещи учить вы должны не просто знаете приходить к наставнику отчитываться перед ним за какие-то там хорошие или плохие дела что у нас похвалил или пожурил нет ваша задача принимать совет принимать наставление и быть тем человеком который позволяет чужому совету совету более мудрого человека руководить вашей жизнью если вы не будете этого делать то взаимоотношения с наставников они как минимум потеряют актуальности сил вам нужно просто быть тем кто позволяет направлять себя если вы двигаетесь какую-то сторону и вы так достаточно упорно движетесь к этой цели и вы не видите что впереди ждут определенные проблемы но ваш наставник находясь на некоем удалении он видит более широко да то есть он видит ну пусть не всю картину но общую картину он понимает то позвольте этому человеку повернуть вас свернуть вас немножко с этой траектории чтобы вы не угодили в какую-то ловушку там и так далее и вот это вот умение или знаете воля принятая решение когда вы позволяете наставнику направлять вас в жизни очень хорошо и позитивно сказывается на вашем авторитете каким образом ваши дети видят что вы способны быть управляемым есть кто-то кто может вам подойти сказать не дело этого потому что это приведет вот к этому к этому и к этому и ваш ребенок наблюдает как вы послушно корректируете свои поступки пути делать так же когда вы придете к нему и сделаете замечание это очень важно позволяйте вашим наставникам направлять а и Субтитры подогнал «Симон»